Играйте, играйте. Знахарь – один из самых рейтинговых фильмов первого. Срители ждали новых серий. И в понедельник любимый герой, интеллигентный нейрохирург Павел Андреев вернется на экран. Как бы ты себя чувствовал на операционном столе, если бы у тебя была дырка в голове? А врачи не знали бы, что делать, сомневались. Талантливый врач из Санкт-Петербурга делает самые сложные операции на головном мозге. Но называется фильм «Знахарь». Почему? Андреев – ненародный целитель. Он не живет в лесу и не лечит травами. Наш светило от нейрохирургии. Сейчас не живет, но вспомним, что было. Павел в первом сезоне потерял память, оказался в деревне. Лечил людей без сложного оборудования. Вот такая загадка мозга. Забыл все, но медицинские знания остались. Доказал, есть любовь без памяти. Что-то заставило его обернуться при встрече с незнакомкой. Это была его Марина. А кто это к нам пришел? В новых сериях мы застаем счастливую семью утром. Прошло 6 лет. У Марины и Павла сын. А вот в клинике Андреева недолюбливают. Особенно те, кто регулирует поставки нового оборудования. И сталкивается с препятствиями от Андреева. Позвольте, коллеги, неужели мы будем из эмоционального высказания Павла Александровича принимать такие серьезные решения? Проверку установленного оборудования проведет специальная комиссия. Андреева во всем поддерживает главврач, его тесть. Но Павел слишком самонадеян и заносчик. Вы что, почувствовали себя звездой? В новых сериях его ждут страшные испытания. Он уже терял память о как насчет личности. С чего начнется саморазрушение любимого героя? Андреев давно понял о мозге, его тайнах. Никто ничего не знает. И сюрпризы продолжатся. На примере многочисленных пациентов его клиники. Кто здесь? Меня не видите. И на собственном примере. Если в первом сезоне, лишившись памяти, он искал себя, то сейчас убегает от себя прочь, подальше. Отойди от края! И драма, и детектив, и реальные медицинские истории в новых сериях фильма «Знахарь». Премьера с понедельника на первом. Пинцет, пожалуйста. И для этого надо быть либо сумасшедшим, либо гением. Виктория Боленская, Первый канал.